Как прочесть свою судьбу? Как узнать, что ждет вас завтра? Способы заглянуть в будущее ищут во все времена, и благодаря мудрости предков каждый из нас может приоткрыть завесу тайны. С помощью проверенного временем гадания по книгам будет проще узнать о том, что ждет вас в скором времени. Узнать свою судьбу можно разными способами – по знаку зодиака, с помощью нумерологического расчета и даже по линиям на руке. Эксперты рекомендуют один из самых простых, но при этом действенных способов – спросить у книги. Правильно сформулировав вопрос, каждый получит возможность узнать о том, какие события произойдут и какова судьба каждого из нас. Итак, давайте узнаем, как гадать по книге. Гадание, несмотря на его легкость, все же потребует усилий. Для начала важно выбрать подходящее время, чтобы никто вас не отвлекал, и сосредоточиться. А затем нужно грамотно сформулировать вопрос, чтобы получить наиболее точный ответ. А после этого подключить интуицию, чтобы как можно точнее растолковать то, что предложит выбранная страница книги. Многое зависит и от выбора книги. Например, очевидно, что использовать для гадания узкопрофильную литературу не имеет смысла. Так какая же книга будет лучшей? Художественная литература – это отличное подспорье для гадающих. Идеальной станет книга, которая уже прочитана, чтобы вы могли глубже понять смысл фразы. Также подойдет книга, подходящая по смыслу к заданному вопросу. Для ответов о том, какая судьба будет у одинокого человека, подойдут произведения про отношения. Тем, кто хочет узнать о деньгах, стоит выбрать рассказы и произведения по схожей теме. Фантастические произведения вряд ли помогут найти ответ на вопрос о карьере. Перед началом гадания нужно посмотреть, сколько в книге страниц и сколько строк в среднем на странице. Не стоит торопиться с расшифровкой, если смысл пока непонятен. Вселенная обязательно даст знак в ближайшее время. После гадания книгу никому не передают. Можно выбрать несколько книг, которые будут отвечать на определенные вопросы, и время от времени использовать их для того, чтобы определить свою дальнейшую судьбу. Есть несколько способов гадания, каждый из которых сможет ответить на заданный вопрос. Остается лишь выбрать наиболее подходящий метод. Итак, способ первый. Мысленно или вслух задают короткий и емкий вопрос, затем проговаривают номер страницы и строки. Долго размышлять и не стоит. Интуитивно получится назвать именно то место на странице, которое наиболее полно опишет ситуацию. Прочитанное записывают на отдельном листке бумаги, чтобы затем расшифровать полученное послание. Способ второй. После заданного вопроса книгу открывают закрытыми глазами на произвольной странице и не глядя тыкают пальцем в любое место. Полученный ответ также записывают и расшифровывают в спокойной обстановке. Способ третий. В течение дня обращают внимание на знаки судьбы, запоминая повторяющиеся цифры. Их и используют для гадания, открывая нужную страницу и отсчитывая строки до необходимого предложения. Такой способ наиболее точно отразит судьбу, если довериться интуиции и не пропускать подсказки на своем пути. Это творческое и простое гадание поможет быстро найти ответы на волнующие вопросы и станет хорошим подспорьем для привлечения в жизнь позитивных перемен. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok